ВСУ закрепились на левом берегу Днепра во временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёбке. По его словам, украинские военные сумели закрепиться в районе населенного пункта Казачьей лагеря. Журналист отметил, что оккупанты не смогли вытеснить украинские подразделения с левого берега Днепра. Сейчас от нового плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра до оккупированного Крыма остается всего 83 километра. Эти данные подтвердили и в Институте изучения войны. Аналитики сообщают, что ВСУ уже некоторое время сохраняет присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области и заняли позиции к западу от казачьих лагерей. Украинские разведывательные группы продолжают действовать в этом районе, хотя сам населенный пункт пока оккупирован. Разведывательные группы ВСУ продолжают действовать также в районе Антоновского моста и Голой пристани и проводят рейды через реку Днепр. По мнению экспертов, оккупанты обеспокоены тем, что силы обороны заняли полустойкие позиции на берегу. Кроме того, командующий оперативно-стратегической группой войск Таврия Александр Тарнавский подтвердил продвижение сил обороны на южном участке фронта. В то же время заместительница министра обороны Анна Малер считает, что поводов для ажиотажа вокруг левого берега Херсонщины нет. Для того, чтобы там закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Для сохранения жизни украинских военных в этой местности работает контрбатарейна. Также издание The New York Times сообщает, что Украина достигла тактически значимого прогресса в контрнаступлении. Сообщается, что украинские военные продвинулись на южном направлении примерно на 16-19 километров, чтобы перерезать оккупантам пути поставок. Речь идет о контрнаступлении на юге через Старомайорское к оккупированному Бердянску, а также в направлении оккупированного Мелитополя. Вооруженные силы Украины заходят в населенный пункт на южном направлении фронта. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко. В своем телеграм-канале он опубликовал видео, в подписи к которому написал, что украинские военные заходят в населенный пункт на юге, но пока нельзя говорить в какой. Вскоре Цаплиенко опубликовал карту Дипстейт, на которой зафиксировано движение вперед сил обороны Украины в районе урожайного и новодонецкого. В генштабе ВСУ эту информацию пока не комментировали. Кроме того, силы обороны продолжают наносить удачные удары по оккупационным войскам. К примеру, в ночь на 13 августа во времена оккупированных Олежка Херсонской области раздались громкие взрывы. В результате поражены два склада боеприпасов, а также якобы есть попадание по базе оккупантов. Россия затянула удавку ЧВК «Вагнер». Организация находится на грани сокращений из-за проблем с выплатами, считает британская разведка. Там подчеркивают, что после попытки июньского бунта со стороны Пригожина РФ начала войну против бизнесов бывшего повара Путина. «Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит Вагнеру, то другим наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти», указывает Минобороны Британии. Также в британской разведке считают, что содержание вагнеровцев – потенциально нежелательный расход белорусских ресурсов. Ведь они довольно непосредственные для таких финансирований. Более того, ЧВК может вернуться из Беларуси назад в Россию, считает в Американском институте изучения войны. Когда оказалось, что Россия не будет компенсировать заработную плату вагнеровцев, Лукашенко отказался финансировать их из своего кармана. Как сообщается в отчете Института изучения войны, независимый источник в российском правительстве утверждает, что боевики ЧВК проводят первый этап вывода из Беларуси. Сейчас они якобы перебрасывают от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Второй этап должен начаться после 13 августа. Пока аналитики не наблюдали визуальных свидетельств ухода сил Вагнера из Беларуси. По данным источников, боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа срочно ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы. Дружественный огонь в российской армии. Кадыровцы расстреляли российских военных и убили семь гражданских. Как сообщил Униан, перестрелка произошла в пятницу 11 августа во временно оккупированном поселке Урзуф, расположенном недалеко от Мариуполя Донецкой области. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, кадыровцы впустили на отдых в Урзуф, но там у них возник конфликт с местной военной комендатурой. По словам Андрющенко, они начали погоны срывать друг к другу и возникла перестрелка, а также расстреляли гражданских, известно о погибших двух девочках-подростках, четырех парнях и женщине. Также, по словам Андрющенко, в Мариуполе сегодня ликвидировали склад боеприпасов. Кроме того, сыпется армия Путина и на передовой. Очередной бунт мобилизированных россиян случился в подразделении «Шторм-Зет». 24 бойца отказались идти на штурм по минным полям. Ребят четыре раза посылали захватывать так называемые «усы». Последний раз их командир подорвался на мине на их глазах, пишут родственники мобилизированных в издании «Астра». После отказа мобилизированных отвезли на подвал в Зайцево Луганской области. Там, по словам родственников, их бьют, не дают ни воды, ни еды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова